Ипотечный рынок набирает обороты и к концу года может достичь докризисного уровня. Об этом говорят специалисты. За 9 месяцев 2011 года населению предоставлено почти 340 тысяч ипотечных кредитов. Ставки по кредитам опустились ниже уровня в 12%. При этом в стратегии развития ипотечного жилищного кредитования, утвержденной правительством, есть вполне четкий ориентир. Средние ставки по ипотеке к 2020 году должны опуститься до 6%. Что еще обсуждали в газетах на этой неделе в обзоре прессы, расскажет мой коллега Евгений Макеевский. Здравствуйте. Посольство Великобритании намерено упросить процедуру выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщил британский дипломат Денис Кив. Дипломат заявил, что улучшение процедуры получения россиянами британская виза особенно важно в связи с предстоящими в следующем году проведением Олимпиады в Великобритании. По словам Кива, который приводит аргументы и факты, британская дипмиссия собирается также ускорить процесс выдачи разрешения россиянам на пересечении границы. Посол подчеркнул, что несмотря на большой объем поступающих обращений на визы, число отказов россиянам в их выдаче невелико. Вы знаете, я считаю, что предложение посольства Великобритании вообще замечательно. Это открытость людей. Очень много людей хотят увидеть все же Великобританию. Это история наша. Поэтому я руками и всем остальным только за это. Известия на этой неделе пишут, что для лучшего контроля за действиями экипажей гражданских воздушных судов в кабинах пилотов могут начать устанавливать видеокамеры. Технических проблем здесь нет, но нигде в мире это не практикуется. Еще одна из мер, которую могут ввести российские чиновники, это послеполетная проверка того, не употребляли ли члены экипажа алкоголь или наркотики. Реальностью это может стать уже в ближайшем будущем, если пройдет предложение Министерства транспорта, в котором речь идет о расширении полномочий проверяющих органов в части использования технических средств контроля. Минтранс уже направил проект постановления правительства на согласование в профильное ведомство, сообщил известием источник в одном из них. Пока непонятно, собираются ли контролировать таким образом все рейсы, или только их часть. Пусть это во всем мире еще никто этого не делает, я считаю, что мы будем первенцами, но когда летчики знают, что у них сидят люди-граждане, безвыходный вариант у них, у них вариант только один, нормально сесть в самолете на землю, поэтому ничего не вижу страшного, чтобы операторы это видели. Но самое главное, чтобы не сами люди, а только операторы. Операторы, спецслужбы, или как там правильно называться, в аэропортах. В таджикской диаспоре опасаются, что их мигранты из Таджикистана в случае высылки из России пойдут к талибам. Глава диаспоры Карамат Шарипов предположил, если миллион таджиков вернутся на родину, их семьям нечего будет есть. Люди уйдут в горы, и тогда не будет границы между Таджикистаном и Афганистаном, между Узбекистаном и Таджикистаном. И граница будет двигаться к России, приводит слова Шарипова в аргументы недели. Шарипов считает, что летчиков российской авиакомпании «Роллкан» нужно освободить, так как таджики и россияне всегда имели дружеские отношения и помогали друг другу. «Нарушителей высылают чуть ли не каждый день, и помного. И связывать это с арестом, задержанием и арестом и осуждением наших граждан, наверное, не стоит, потому что мы все до конца еще не знаем все эти проблемы. И уверен даже, что никаких миллионов высылки из России просто не будет. Вот это, наверное, как-то нагнетание всего лишь ситуации». ЦИК Российской Федерации объявил о планах обратиться в Верховный суд России с ходатайством отменить регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы Марины Смирновой, которая возглавляет Вологодское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом сообщила газета «Коммерсант». Причина в том, что госпожа Смирнова состоит в гражданстве сразу трех государств – России, Украины и Молдавии. Кстати, эта же причина помешала Марине Смирновой претендовать на депутатский мандат в 2007 году. По информации «Коммерсанта», неприятности и у мужа Марины Смирновой, Олега Смирнова, являющегося сыном президента Приднестровской, Молдавской республики Игоря Смирнова. Он может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Как стало известно «Коммерсанту», проверка деятельности подконтрольных Олегу Смирнову фирм, зарегистрированных в Российской Федерации, выявила, что через их расчетные счета из непризнанной республики выводились похищенные там деньги. Быстрее реагировать и собирать точную информацию. В Вологде будет построен Центр управления в кризисных ситуациях. Об этом на минувшей неделе заявили на совещании в правительстве области, которое провел заместитель главы МЧС Александр Волосов. В Вологду высокий гость прибыл специально, чтобы осмотреть место будущих строек и проверить ход текущих. О современных технологиях и интересных новинках в нашем следующем сюжете. Молотки стучат, плитка укладывается, лестница залита цементом, кипит работа. И уже не только на схеме можно разглядеть и будущие классы для подготовки судоводителей, и кабинеты сотрудников. Новое здание Государственной инспекции маломерных судов на берегу реки Вологды начали возводить в мае этого года. Подрядчики докладывают, от графика пока не отстают. Все грязные работы закончились, инженерия подключена и осталась отделочная работа. То, что мы планируем 25-го, крайне это первое. 1 декабря через две недели комплекс должен быть сдан. Здесь будут принимать экзамены, регистрировать лодки и катера, и здесь же будет базироваться собственный флот ГИМС. На минувшей неделе ход работ на объекте оценила комиссия во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Волосовым. Высокий гость подчеркнул, этот комплекс для региона крайне важен. Дело в том, что в связи с ростом судов, конечно, идет рост и гибели, и травматизма на воде. Вот в этом году уже 189 человек спешено сотрудниками ГИМС по Вологодской области. Это большое количество людей, которые сегодня. Это позволит еще большей качественной работы проводить. Два месяца назад такой же комплекс сдали во Владивостоке. Наш всего второй в России. И он только часть большой программы по укреплению безопасности, которая реализуется на Вологодчине в качестве пилотного проекта. Пока первого и единственного во всей стране. Цель – объединить все доступные силы и средства, чтобы помощь приходила оперативнее в любой ситуации. Будь то коммунальная авария, лесной пожар или техногенная катастрофа. Создана подсистема мониторинга на объектах ЖКХ. Создана подсистема мониторинга метеорологической обстановки, погоды в реальном режиме времени. Частично реализованы планы по объединению систем видеонаблюдения в МВД Повологодской области и Главное управление МЧС России Повологодской области. Это только начало. По плану присоединиться к созданию комплекса должны все спецслужбы. В Центр управления силами, который будет построен в Вологде к 2017 году, будет стекаться информация со всего региона. И природные ресурсы, и гидромет будут, и все виды транспорта будут участвовать в этом. Потому что та информация, которая будет получаться, она крайне необходима. Первично – это безопасность, и вторично – это развитие экономики, принятие решения. А спустя еще полгода сообщение о каком-либо происшествии на общий пульт сможет передать любой вологжанин. В июле 2012 года в стране запустят единый номер службы спасения. Вот со следующего года, со среди года, любой человек на территории Российской Федерации должен набрать телефон 112 и иметь возможность связаться с оператором. Вот эти все пункты диспетчерской связи с населением должны тоже входить в эту систему. Напротив этого пункта в Вологде пока ставят жирный минус. В области сейчас десятки мертвых зон, где сотовая связь отсутствует полностью. Причем большинство таких участков находятся на трассах и водных путях, там, где чаще всего случается ЧП. По словам специалистов, операторы связи просто отключают нерентабельные вышки. Решать эту проблему теперь намерены на федеральном уровне. Уже на днях в Москве пройдет совещание, куда пригласят в том числе и представителей мобильной связи. Все цели и задачи, которые ставились в 2011 году, выполнены. Мы еще дополнительно отработаем все технические вопросы сегодня в городе Вологде и в Череповце. Вместе с тем, сегодня был серьезный конструктивный разговор о тех перспективах, которые мы уже должны практически реализовать в 2012 году. Продолжение следует... Череповчане покорили Сочи. Коллективы из города Металлурга в школы-студии Тодос принял участие во втором международном фестивале танца школы-студии Аллы Духовой в Сочи. Праздник проходил с 7 по 9 января. Преодолев два этапа, череповчане завоевали гран-при фестиваля и кубок спонсора. На днях танцоры вернулись в Череповец и с ними встретилась моя коллега Дарья Генералова. Вот с таким боевым настроением юные череповчане отправились покорять Сочи. Череповецкая школа-студия впервые со дня своего основания в 2003 году приняла участие в соревнованиях такого масштаба. 30 танцевальных коллективов Тодос со всей России, Украины и Татарстана. Конкуренция была жесточайшая. Ведь боролись артисты не только за первое место на фестивале. Они знают, что было прекрасной заявкой, чтобы поехать на открытие Олимпиады в 2014 году, потому что Олимпиаду открывает Тодос. Приедут со всех городов и в том числе из нашего города. Мы теперь это точно знаем. Лучше и лучше можно. Поехали еще раз. На подготовку к фестивалю у Череповецкой школы было всего полтора месяца. Тренировались каждый день по несколько часов. Работа очень хорошо, как стандартный метод кнута и пряника, похвала и тем же менее замечания. С детьми надо дружить вне тренировки, потому что если их чересчур хвалить и так же с ними общаться, как вне тренировки, они начинают привыкать и не понимать, для чего я здесь вообще существую. Привычный ритм тренировок пришлось изменить. Вместо обычной разминки в зале и привычных упражнений ребята упорно разучивали новые комбинации, оттачивали движения, добивались безупречной синхронности. Очень так вот чистили, 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 еще раз чистили. Отрабатывали все начисто, чтобы ни у кого не было заминки, ни у кого не было помарки. Самым главным было научить ребят не бояться публики. К выступлениям в Череповце и даже в Москве дети привыкли. А вот соревноваться на международном уровне им пришлось впервые. Подготовкой учали все составы, то есть наши студии, то есть они просто приходили, переодевались, сидели сзади. Чтобы дети уже привыкали к этому атмосферу, потому что там очень много будет людей. Потому что было очень много студий, очень много было людей, все были повыше, все росты были сами маленькие. Поэтому мы готовили к тем, что они не боялись людей. Первые тренировки были, конечно, тяжело, что они все глазели на взрослых, на сцену других детей, что они забывали все, но потом с каждого раза все-все-все привыкали. Соревнования проходили в два этапа. Первый, так называемый, командный батл. В танцевальной битве выбирали тех, кто будет сражаться в конкурсной программе за гран-при фестивале. Больше всего судей поразил танец «Фламенко». Этот танец был когда-то поставлен самой Аллой Духовой для основного состава «Тодеса». И даже наш директор Череповецкой школы Яна Бус танцевала сама этот танец когда-то. И теперь его работали наши дети. Они отработали его так четко и слаженно, так воодушевленно, просто палец в палец, никто ни разу не ошибся. Алла Духова даже смахнула слезу со щеки в конце. Возраст конкурсантов от 8 до 14 лет. Череповецкий «Тодес» на фестивале представляли самые юные девочки и мальчики 8-9 лет. Вообще я думала, что, ну я не рассчитывала, что мы так сможем. Я вообще думала, какой-нибудь 3-4 место. Получилось целое первое на баттле и гран-при на галоконцерте. Это было что-то. Мы все заорали и помчались просто. Танцоры в поездке сопровождали родители. В талантах своих детей они ничуть не сомневались, а теперь не скрывают гордости. Очень давно ждали, долго готовились, очень много трудов. И, в общем-то, все результаты даже превзошли ожидания. Череповчане завоевали сердца зрителей и кубок гран-при фестиваля – наивысшую награду. А руководитель балета «Тодес» и создатель школы-студии Алла Духова пригласила Череповецкий коллектив в Москву. В ноябре там пройдут сольные концерты балета «Тодес». На одной сцене с основным составом коллектива теперь выступят и юные череповецкие танцоры. А в 2014 году они будут участвовать в открытии Олимпиады в Сочи. А еще на этой неделе свой день рождения отметил главный волшебник страны – российский Дед Мороз из Великого Устюга. Как обычно, на празднике было много гостей, а для зимнего волшебника был приготовлен великолепный наряд. Виктория, а ты уже придумала, что попросить у Деда Мороза на Новый год? Конечно, я придумала, но что именно, не скажу. Пусть это пока останется тайной. Новый год не за горами, стоит уже задуматься о подарках. Это были новости и итоговая программа. В студии работали Александр Соколов и Виктория Пименова. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин